Из книги «Открытым оком», том 30-й, тема Лапкин, книги, вопрос 4035-й. Когда уезжаете на лето в детский лагерь Стан, то что вам пишут ваши прихожане? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот одно из небольших писем. Игнатий Тихонович, мир вам и дому вашему. Посылаю вам оставшиеся две проповеди. Очень сожалею, что не была в Потеряевке. А так хотелось. Мы с Галиной Ивановной Сильной готовились к этой поездке. День апостола Петра и Павла. Трехлетие моего крещения в Потеряевке. Брат Валерий крестил со мной смиренно, подчиняясь воле его. Господь дал утешение. По милости Божией начитала за это время весь 23-й том, открытый моком на одном дыхании. Посылаю вам диски. Прошу благословения и ваших молитв на чтение 24-го тома. Просто потрясающие материалы. 23-й и 24-й тома, открытый моком книги памяти великим человекам, которые жили и трудились своими и славу Божию для просвещения народов евангельским словом. Низкий вам поклон за этот величайший труд, за память об этих людях, за ваши проповеди. Отдельной строкой благодарность за Крылова. Это новое открытие. Я никогда не любила поэзию, везде одно и то же, за редким исключением. Благодарю моего Господа Иисуса Христа за те откровения, которые дал мне через слово свое. И молю о приумножении ваших талантов, дабы вы трудились еще многие лет, а во славу Божию. Да хранит вас Господь. 28-го июля 2008-го года. Кубайкина Галина Ивановна. Притчи 25-25. Что холодная вода для истомленной жаждущей души, то добрая весть из дальней страны. Притчи 15-10. Притчи 25-25. Что холодная вода для истомленной жаждущей души, то добрая весть из дальней страны. Притчи 15-30. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет Кости. Откровение 22.17. И дух, и невеста говорят «Приди!» И слышавший да скажет «Приди!» Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром. Неукротимостью энергии насыщен Любой пророк, апостол и подвижник, А рядом богачи гундят с тоской, Их нычут им развлечения, Потрадится без ближних, И скукотищи дальних волн и островов Не выдраться ныряльщикам обжором. О, скотски скорая и гнусная, Любовь еще плотнее слепляет шорох. Безбольные, в апатии и скользких путежах Нерадо жизни сводят с нею счеты, По осени ленивому делянку не да пожать, Не пожать, в печах у них буханка не печется. Господь смоковницу нещадно и сушил, До корня от макушки сок истякнул, Закупорка у вен, артерий, жил. Что за плоды у сонного растяпы? Бессилие свое? Сознать дорожка к силе. В молитве утренней задолго до зари, Пока еще не ели и совсем не пили. От лености, бесчувствия, От посавлову прозри. Орлы расправят крылья, Полетят и не устанут, При полдневном знои. Для благовестников еще не скляпан кляп, В темнице в полночь запоют, не ноют. Энергии бессильных увенчает Иисус всесильный, Слове неизменный. Сомнения рассеются вначале, Уверенность придет ему на смену. На силу подавитости не повлияет старость. К нам обновление приходит на молитве, Здесь позаранку почтолен из старца. Зараза к праздну с легкостью прилипнет. Энергетически нам кризис не грозит. Инфляция библейская, не вхожа, не вылазна. Свинья лежит в грязи, К спасению нужно относиться строже. 22 октября 2008 года Игнатий Лапкин. Продолжение следует... Продолжение следует...